Добрый вечер! С вами, как всегда, Маргарита. Это Итси, школа успешных продаж. Вот такой необычный у нас новый формат, где вы можете видеть мое лицо и плюс картинку. Посмотрим, как у нас с вами получится видео. Что в этом видео уроке мы с вами... Чему мы научимся? Мы научимся с вами подбирать ключевые слова, а из ключевых слов потом у нас с вами... Что делается? Из ключевых слов у нас с вами строится наш тайтл. Как у нас тайтл построить? У нас уже видео об этом есть. Вы увидите линк на это видео где-то во время видео. Но сейчас мы сфокусируемся на составлении, на выборке ключевых слов. Но прежде чем мы с вами переступим к этому уроку, у меня такой интересный план. Если вот это вот видео наберет, давайте так скажем, Ну, если нас тысячи смотрят, хотя бы 250 лайков. 250 лайков. Тогда мы с вами сделаем в прямом эфире на ютубе. Я постараюсь найти, как это делается. То есть, лайвстрим на ютубе. И где я смогу посмотреть в течение часа. Отведем это время. И я смогу просмотреть и посоветовать вам просмотреть ваши тайтлы. Вы будете кидать там линк, на ваш листинг. И так вот, знаете, живое общение. Но это живое общение в прямом эфире на ютубе может случиться, если это видео наберет 250 лайков. Ну, посмотрим, что получится из этого. Вот такая вот небольшая игра. Итак, приступаем с вами к основной теме урока. Так назовем. Основная тема урока. И давайте начнем с такого ключевого слова, как painting. Вот мы будем с вами сегодня что делать? Мы с вами будем сегодня продавать картины. Поехали. А мы с вами набираем painting и смотрим, что у нас с вами выходит. Ну, наверное, нужно взять и сузить. Потому что painting у нас, посмотрите, тут какое количество. Тут практически 2 миллиона результатов. И у нас огромное-огромное количество дальше painting. Давайте посмотрим, стоит у нас abstract painting. Мы с вами пойдем в abstract painting и разберемся с abstract. Если вы делаете watercolor, если вы делаете, допустим, я не знаю, pastel, если вы делаете oil и так далее. Идея будет абсолютно то же самое. Итак, мы с вами идем в abstract painting. Дополнительно, если вы видите на экране, я открыла что? Я открыла Google. Google документ. Но, возможно, у вас будет не Google документ, а листочек, на котором вы будете подбирать ваши ключевые слова. Итак, если мы с вами решим, что abstract painting у нас будет одним из главных ключевых слов, у нас, посмотрите, количество результатов 480 до 408 тысяч, да? То есть, соответственно, просто идти в раздел abstract painting, да? Я его сюда забираю. Мы сейчас с вами сразу текст здесь сделаем какую-нибудь 30-очку, чтобы вам издалека было видно, да? Abstract painting. Я буду ставить в кавычках, да, 308, 308, 308 или 408, но не играет роль, если больше 100, уже не играет роль, да? То есть, 408, да? Соответственно, вот это ключевое слово, брать как такового, нам будет очень сложно, да? Давайте смотреть, что еще у нас есть. Large abstract painting. Давайте посмотрим сюда. Large abstract painting. Мы с вами добавили слово large. У нас уже с вами 74 тысячи результатов. Да, мы можем с вами взять large abstract painting. Оно у нас не получится в 20 символах, но мы его можем использовать и дальше каким-то образом подобрать ключевые теги, чтобы вот это вот у нас с вами ушло. Но опять-таки, large abstract painting 75 тысяч результатов – это много. Я стараюсь для первого такого вот, для нового магазина держаться хотя бы где-то 15-20. Давайте посмотрим. Colorful abstract painting. Есть у нас такой момент. И поехали. Смотрим, какое количество у нас будет. Итак, мы смотрим, что у нас с вами colorful abstract painting уже 46 тысяч. Можно идти туда, да? Можно, но опять-таки, все равно будет у нас тяжеловато. Colorful abstract painting. Да, так, мы с вами опять здесь, там 30. Сколько там? 46к, да? Приблизительно. К – это тысяч, да? Нам желательно вниз спуститься. И больше, как бы, нам таких подсказок не выдают. Можно идти сюда, но опять-таки, опять будет у нас тяжело. Это colorful abstract painting. Дальше попробуем. Давайте возьмем, если, допустим, вы маслом пишете oil painting. Вот у нас с вами подсказки тут oil painting, oil painting original, oil painting portrait и так далее. Ну, давайте возьмем, как бы, оригинал. Oil painting original, посмотрим, что у нас с вами здесь есть. И у нас какое количество результатов. Опять у нас 154 тысячи результатов. Слишком много. Oil painting original landscape. Все, у нас уже есть, да? Это уже посмотрите, решайте, что рисовать, да? Oil painting original large. Вот давайте такой вариант. Посмотрим oil painting original large. И мы с вами выбираем. А тут всего-навсего 28. Вот оно, мы его с вами забираем. И мы уже потихонечку с вами спускаемся, да? Вот у нас 28-ка. Да, вы делаете oil painting. У вас оно original. Вы занимаетесь, вы используете oil масляными красками. И картина у вас большая. То же самое можно посмотреть oil painting original small, да? И вот мы уже в 28-ка пошли. Дальше давайте посмотрим, поскольку мы прыгнули с вами в oil painting. Давайте посмотрим color full oil painting. Опять у нас такое есть, да? Все, мы его смотрим. Какое количество результатов? У нас уже 16 тысяч результатов. Мы с вами спускаемся, спускаемся. И мы спустимся до нужного нам варианта, да? То есть, вот я поставила 16 тысячка. Вот оно пошло. И тем самым мы с вами выбираем главные, ключевые слова вашего магазина. Oil painting, original oil painting, large oil painting и вперед. Colorful oil painting. Дальше что мы можем еще посмотреть? Ну, давайте... Какие-нибудь у нас еще подсказки тут есть. Давайте возьмем oil painting on canvas, да, допустим. Либо flowers, в зависимости от того, что вы рисуете. Oil painting abstract, давайте посмотрим. Это вот нам наши подсказки выдаются. Что делать? 64, да? 64 многовато. Да, можно его вытащить, но будет там очень сложно. Oil painting on canvas мы с вами посмотрели или не посмотрели? On canvas. На. 132 тысячи результатов. Опять очень много, да? Допустим, поехали. Floral oil painting. Вот оно у нас есть. Дальше есть frame and print и original, да? Если кто-то рисует у нас цветы. Опять-таки, какое количество результатов у нас будет? Если до 15 тысяч. О, смотрите, 15 нормально, да? То есть, можно попробовать. Floral oil painting мы с вами выбираем. И таким образом, вот, вы будете выбирать и уже дальше будете принимать решение. Такие ключевые слова брать, да? Ну, вот, допустим, у вас картина с цветами. Естественно, на первое место мы будем ставить то, что более-менее нормально. Если мы с вами colorful, допустим, oil painting original large, у нас 28-ка. Если мы продаем с вами картину с цветами, вот у нас floral, большая, или что-то там еще. Вот мы с вами первое наше берем, floral oil painting, да? Допустим, мы составляем floral oil painting. Дальше что? Это у нас вот он такой. Мы ключевое слово взяли с вами. Это мы уже с вами дальше прыгаем после того, как мы собрали. Да? Теперь мы идем в title, где мы используем наши что? Три предложения. Floral oil painting, colorful oil painting тоже можно добавить, да? И дальше 28. И вот смотрите, oil painting, original large, а тут colorful oil painting. Одно из другого будет выходить. Смотрите. Colorful. Следующее. Colorful oil painting, original large. И что можем с вами добавить? Wall art, да? Либо wall decor, да? Либо original large wall art, да? И оно как бы одно из одного выходит. Но у нас с вами пойдет colorful oil painting. Мы с вами посмотрели colorful oil painting. Мы сюда с вами попали. Дальше oil painting, original large. Oil painting, original large. Вот он у нас опять-таки с вами высветился. И дальше large wall art, пожалуйста. Да, у нас и здесь painting, и здесь painting. Но я стараюсь как бы два-три, ну, два раза еще that's okay, да? Поставить. Но вот это, что мы с вами продаем. Floral oil painting, colorful oil painting, original large wall art. Можно, смотрите, можно что сделать? Можно поставить original large wall art. Вот такое вот. И у нас будет три маленьких предложения. Colorful oil painting, original large wall art. Да, вот такого плана. Floral oil painting, canvas. Мы можем canvas сюда добавить. Но canvas мы как бы так как такового не сильно хорошо увидели. Поэтому вот такой вот момент. Floral oil painting у нас. Мы целимся вот в 15к. Если вы из подсказок найдете то, что подходит буквально там 5-6 тысяч результатов. Замечательно. Да, точно таким же способом вы делаете. Вы выбираете из ваших ключевых слов то, которое будет наиболее приемлемо стоять на первой позиции. Да, это я подбирала, допустим, если точно идти по размеру. Да, допустим, 12 на 12. Что такое? Pillow cover, picture frame, original painting. Давайте посмотрим. Original painting. Есть такое, да? То есть вот такое. Уже конкретика идет. Вот конкретика идет. Сколько у нас тут с вами вариантов? У нас с вами 5 тысяч вариантов. Да, и если подсказка у нас есть, значит, такого плана ищи. Да, 12 на 12. Original, кто у нас там? Original painting. Вот такой формат. Да, тоже можно его вытащить, поставить. И если вы в этом формате работаете, значит, это будет вашим одним основных ключевых тегом. Да, мы не проверяем их сейчас на предмет того, как они идут по мармелинду, либо по it's a ring. Мы просто вытаскиваем интересные ключевые слова, как бы в одну вот эту вот сеточку, да? И смотрим, что будет, какие ключевые слова должны быть вот на первой позиции. Дальше вы уже, когда вот выберете большое количество ключевых слов, дальше вы можете просеять их, да? Дальше вы можете просеять их уже через сито и рейнка, либо мармелинда. И выбрать еще более, наиболее адекватные ключевые слова. Для чего? Для вашего тайтла. Давайте, чтобы нам далеко не уходить. Мы с вами не планировали это, но вот есть у меня еще, я хотела до 15 минут сделать. Через и рейнк мы попробуем посмотреть парочку таких ключевых слов. Допустим, мы возьмем, какой? Floral oil painting, да? Мы его сюда заходим, забиваем. Keyword explorer давайте сюда поставим. И смотрим floral oil painting. Какие у нас с вами результаты получатся? Пока она ищет, надеюсь, схватили вот эту вот идею, как просеивать ключевые слова и потом разбираться. Ну, то есть, смотрите, в 2019 году у нас в июне, в июле был какой-то там скачок, да? И в 2018 году. То есть, нет такого прям, что ого-го-го, можно делать. Pink floral painting. Вот посмотрите, вот в pink floral painting есть такое дело. Результаты такого более нормально-нормально. Давайте pink floral painting. Pink floral painting. Есть такое количество у нас результатов 25 будет, да? Вот они 24 тысячи. И тут вот и цветочки, и абстракт, и так далее, да? Да, можно его взять. И поскольку мы видим, что если в нашей работе присутствует, да, значит, мы что делаем? Pink floral oil painting. Я надо, в этом видео я не показываю, как разбивать нам большие ключевые слова на составные. На данный момент мы выбираем длинные хвостовые, так, long tail keywords, чтобы у нас было, как бы, все нормально. Pink floral oil painting. Colorful oil painting, original large wall art, да, пожалуйста. Можно, знаете, как сделать, но оригинал мы хотим, чтобы вот так вот стояло. Colorful oil painting, original. Да, то есть вот такой вот вариант мы с вами выбрали. Дальше еще что мы можем с вами посмотреть, давайте. Colorful oil painting. Colorful oil painting. Это, опять-таки, знаете, кому хорошо, вот, первая моя вариантка по отбору ключевых слов, если у вас нету ни earring, если у вас нету ни мармелиды, и вы основываетесь только на том, что предлагает вам Итси, да? Итси какие подсказки предлагает, и вы дальше уже смотрите и выбираете. Все, вышло у нас Colorful oil painting. Посмотрите, Colorful oil painting. Вообще никаких таких больших трендов нету. Ну, oil painting village, Colorful oil painting, там 16 тысяч результатов, но нету. Но, как я говорю, если на Итси ищет, значит, я такой-то поставлю. Вот таким образом мы с вами потихонечку выбрали вот эти вот ключевые слова. Всегда начинайте с одного ключевого слова, и потом от этого ключевого слова дальше начинайте танцевать. Painting, допустим, я не знаю. Backpack. Backpack. Первое наше ключевое слово вы продаете, допустим, вот этот вот backpack. И вот ваше большое количество. И дальше вы смотрите mini backpack. Все замечательно. Оно даже на первом месте стоит. Мы с вами берем mini backpack и также будем просеивать. Смотрите, у нас 6 тысяч результатов, и дальше вам остальные подсказки идут. Выбирайте те результаты и ставьте те ключевые слова на первое место вашего тайтла, которые ищут покупатели. То есть в нашей строчке есть их ищут, и которые результаты не запредельные. И тогда все будет хорошо, и тогда у вас большая вероятность того, что вы попадете на первой странице. Но напоминаю, что быть на первой странице по хорошим ключевым словам «ищу» не значит, что сделать продажу. Огромное количество факторов влияет. Об этом мы с вами посмотрим в одном из следующих видео, которые я запланировала сделать, рантинг вашего листинга, какие листинги показывают на первой странице. Итак, напоминаю вам, если вам это видео понравилось, мы наберем 250 лайков, тогда я найду время, и я выйду в прямой эфир на YouTube, YouTube Live Stream, или как он называется, где я отведу время для того, чтобы посмотреть на ваши листинги и покритиковать ваши тайтлы. Тайтлы и, возможно, теги. Но тайтлы складываются из тегов, поэтому все будет как бы вместе взято. Вот такой вот марафончик у нас с набором 250 лайков. Давайте, поехали, пробуем. Пробуем схватить вот эти 250 лайков. Итак, с вами, как всегда, была Маргарита. Это ИТС школа успешных продаж. И, как всегда, под видео 4 линка. Я про них не буду говорить. Это самое главное, 50 50 лайков. Лет-с го!